График у нас 12-часовой. С чего день начинается? Приходим, отмечаемся у врача, проходим механика, берем валидатор, заводим автобусы и поехали работать. Водительский стаж Дениса Митяева 15 лет. В последний год он работает в управлении Рязанского троллейбуса. Пришел сюда из-за плохих условий на прошлой работе. Здесь, говорит, куда лучше. По мне лучше стало, потому что как бы и зарплата стала побольше, и социальные гарантии все стали. А то там только было официальное оформление, ни больничных, ни отпусков не было в московской фирме. А здесь все как бы, все социальные гарантии, зарплата побольше. Ну, по мне лучше. Еще в начале осени в Рязань поступило 85 автобусов из Москвы. И почти сразу же появилась потребность в увеличении штата. Сейчас ищут водителей троллейбусов и автобусов, а также кондукторов. Требуется и слесаря по обслуживанию троллейбусного и автобусного парка. С октября месяца происходит повышение заработной платы и у кондукторов, и у водителей троллейбусов, и у водителей автобусов, и также у слесарей, обслуживающих все транспортные средства. На предприятии уже заявили о проведении курсов повышения квалификации всех сотрудников, включая водителей, кондукторов и рабочих ремонтных подразделений. МУП УРТ наладило сотрудничество с Рязанским автотранспортным техникумом для привлечения к работе студентов и молодых специалистов. Кроме того, учебный центр предприятия набирает новые группы по подготовке водителей троллейбусов. Сейчас на базе МУП УРТ организовано обучение водителей троллейбусов. Группы набираются. Сейчас на 7 ноября началось обучение первой группы. В ближайшее время планируется организация новых групп. У ученика троллейбуса сейчас увеличена стипендия до 20 тысяч рублей, что позволит ученикам не отвлекаться на зарабатывание себе прожиточного минимума, обеспечить свой прожиточный минимум. И через 6 месяцев после обучения мы обязательно трудоустраиваем водителя троллейбуса к себе на предприятие. Водитель автобуса в среднем получает 40-50 тысяч рублей. Слесарь по обслуживанию подвижного состава 30-35 и выше. Кондукторы 21-22 тысячи. Есть где работать и есть на чем обучать. Нужны только ответственные добровольцы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.